Любителям китайских товаров, всем привет! Меня зовут Димон и это канал Всё Китай. У нас сегодня мега крутой обзорчик смартфона InFocus M2. Мега крутая бомба, антикризис. Итак, поехали. Начнем, наверное, с внешнего вида. И потихоньку подойдем к плюсам и минусам. Итак, что нас встречает? Это смартфончик с экраном 4,2 дюйма, вот такой вот, с разрешением HD. Круто, блин! Это 768 на 1280 пикселей. Классно! Вот такая вот вспышечка и фронтальная камера на целых 8 мегапикселей. Офигеть! Да, это у нас разговорный динамик, ребята. А вот здесь еще есть у нас индикатор событий, который светится синим при зарядке. Это очень прикольно. И когда у вас есть пропущенный вызов, он также светится. С этой стороны у нас идет кнопочка включения нашего любимого смартфончика. Вот здесь гарнитуру можно подключить. И вот здесь идет качелька регулировки громкости. И сзади у нас встречает мега-крутая камера на целых 8 мегапикселей. И вспышечка сверху, и логотип компании InFocus. И динамик разговорный. А снизу, как всегда, идет microUSB для зарядки. Задняя крышка, конечно, офигенная, ребята. Можете сами посмотреть. Она вот такая вот рифленая. Ну, очень классная. Ощущения очень офигительные, если честно. Мне очень понравилось, ребята, честно. Итак, включаем данный смартфончик. Вот так вот нас встречает экранчик, ребята. Это у нас идет максимальная яркость. Это все, что можно выдавить, так сказать, из данного смартфончика. Она яркость, в принципе, неплохая. Давайте вот. Это авто у нас стоит. Давайте на середине. Это минимальная яркость. Практически ничего вы не видите, ребята. Это реально минимальная яркость. И давайте поставим на середину. Вот это середина у нас. Я думаю, будет все видно, все отлично. Давайте начнем с скучной информации. Вы, наверное, уже знаете, что я вам скажу. Это Antutu. Поехали, ребята. Итак, давайте зайдем в Antutu. Он немножко вышел. Но мы опять зайдем. Итак, давайте начнем с информации. Это марка Infocus. Модель Infocus M2. Android 4.4.2. Процессор Snapdragon 400. Графический процессор Andreno 305. Разрешение дисплея 768 на 1280. Понятно. Камера на целых 8 мегапикселей. E-mail. Оперативная память 1 гиг. Но почему-то пишет 853. Маловато. Да. Встроенной памяти здесь 8 у нас. Но доступно где-то плюс-минус 5,5. Где-то так. Честно. Процессор у нас 4-хедерный. 32-битный. Тактовая частота 1,2 ГГц, если честно. Волком. Это все понятно. Итак, тест. Мультитач, ребята. 5 касаний. Я сказал 5 касаний. Вот видите, 5 касаний. Это круто. Для дисплея 4,2 дюйма. Это классно, да. Задняя камера 8 и фронтальная 8. Вообще все идеально. Классно. И учитывая то, что здесь процессор у нас Snapdragon, датчики все есть. Это круто. И что он набирает 18 390 баллов. Это хорошо. В сравнении с ZTE V5 Red Bull, у которого также процессор Snapdragon 400, он набирает всего на все 18 тысяч. А данные 18 390. Я бы сказал получше. Да, ребят. Это еще не все плюсы. Ну, мы даже еще к ним даже не подошли. Ну, ладно. Идем дальше. Еще один бенчмарк у нас. Это Nenomark, ребята. Можете сами посмотреть, сколько он набирает. 57 кадров. Круто, да. Это хорошо. Реально хорошо. Итак. Это у нас была такая вот информация. Стандартная, я бы сказал. Которую все могут посмотреть. И все могут прочитать. Так сказать. Да, прочесть где-нибудь. Итак, ребята. Начинаем с нашего народного обзора. Здесь у нас стоит, ребята, не стандартный, да. Android. А здесь у нас еще стоит лаунчер. Ребята. Лаунчер от компании InFocus. Ну, он такой, знаете, если честно, на любителя. Вот у нас настроечки наши, да. Ну, как-то так. Все, в принципе, стандартно. Все понятно. Работает все шустренько. Все настраивается. Очень легко можно все настроить. Есть настройки отдельно для экрана. Прокрутка. Все это. Жесты. Это все, в принципе, есть. Все хорошо. И все отлично. Телефончик на две сим-карты. И они работают хорошо. Все супер, да. Че. Подойдем к минусам. Поехали, ребята. Реально. Минусы есть. Честно скажу. И зараз я вам скажу, какие. Первый минус – это вот такие вот большие рамки. Я даже при распаковке это сказал. Это реально минус данным. Ну, блин, здесь чуть больше сантиметра. О, вредятина, если честно. И вот здесь чуть больше сантиметра. Ну, это как-то, ну, совсем много. Реально много. Ну, давайте я вам, к примеру, в сравнение покажу, да, с 5-дюймовым смартфончиком. Ну, вот, ребята, я нашел 5-дюймовый смартфончик. Это ZTE V5 Red Bull. И вы сами можете все посмотреть. Офигеть, да? Это 5-дюймовая лопата вот такая. А это 4,2. Ну, реально. Разница очень большая. Очень все заметно. Ну, блин. Реально. Ну, не знаю. В данный корпус можно было спокойно всунуть и кранчик 4,7. Это уж точно. Реально. Ну, сами можете посмотреть, да. Толщина, конечно, также у нас приличная. Да. Ну, как-то так. Ладно. Откладем. И начинаем дальше делать обзорчик наш. Это реально минус, блин. Мне не понравилось. Второй минус. Это толщина. 1 см. Это минус. Но минус, который легко исправили производители. Они сделали заднюю крышку. Как бы вот такую вот, знаете, она идет типа лодочки. Телефон типа зогнут, да. Вот такой вот. И он поэтому лежит в руке очень даже отлично. Учитывая то, что здесь 1 см где-то посередине. Но по краях он тоненький. Реально он тонкий. Сами можете посмотреть. Реально тонкий. И поэтому все очень круто. Это были 2 минуса. Ну и последний минус. Ну как минус. Я бы даже не назвал это минусом. Ну ладно. Динамик, ребята. Динамик на максимальной громкости. Ну немножко. Ну реально чуть-чуть даже я бы сказал. Немножко фонит. Ну не то чтобы фонит. Ну я не знаю. Давайте я вам сейчас все включу. И вы можете послышать. Услышите. Ну честно даже. Придираться особо я не хотел. Ну не знаю. Ну как-то так. Динамик средний. Не сверх громкий. Да. Это она максимальная. Ну как-то так. Это мне не понравилось. Ну и это все. 3 минуса которые я реально нашел в данном смартфоне. Ну реально. Я больше не знаю что еще сказать. Ребята. Офигительный смартфон. Реально. И начинаем с плюсов. Потому что плюсов здесь очень-очень-очень-очень много. Поехали. Главный плюс это его экран. Это просто-просто божественный экран. Реально. Это горилла глаз защищенное стекло у нас стоит. В Full HD. Нет. Не Full HD. К сожалению. Только HD разрешение. Но 4.2 дюйма. Ребята. Это 355 ppi. Это просто офигеть. Реально. Ну очень крутой. Очень-очень-очень. Мне очень понравилось. Отзывчивый. Все работает плавно. Элеофобное покрытие скорее всего есть. Потому что палец ну просто классно скользит. Реально. Здесь нет защитной пленки ребят. Он без пленки. Но он работает офигительно классно. Мне очень понравилось. Реально. Это плюс. 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 Реально. Большой плюс. Классно. Дальше плюс. Батарея. Ребята. Батарея. Всего нас она 2010 ампер. Сказали бы вы. Ну что это? Это очень маленькая. Ну нифига. Вообще. Один день максимум. Нет. Нифига. Реально. При просмотре HD видео на максимальной яркости. Максимальный звук. Одна сим-карта. Одна. Заметьте. Одна сим-карта включена была. Да. Без интернета. Wi-Fi отключен. Пять с половиной часов проработал данный смартфончик. Это очень солидно. Разряд вообще. Знаете. Ну. Линейный такой. Знаете. Все идеально. Так. По чуть-чуть. По чуть-чуть. По чуть-чуть. По чуть-чуть. Реально классно. Разряжается очень быстро. Что еще понравилось. Это заряд. Всего на все полтора часа. И ваш смартфончик. Все. Готов к использованию. Заряжается вообще быстро. Реально быстро. А стандартная зарядка. Которая идет в комплекте. Заряжается быстро. За полтора часа. Это реально плюс. Оргономика. Оргономика реально классная. Смартфончик небольшой. 4,2 дюйма. Это на данное время. Реально очень сложно найти. Смартфончик на андроиде. А еще китайский смартфончик на андроиде. С таким вот экраном. Реально. И с отличными характеристиками. Мне понравилось. Но. Реально. Сюда можно всунуть экран 4,7. Было бы. Я думаю. Ну хотя бы 4,5. Было бы вообще идеально. Но 4,2 в принципе неплохо. Ну или сделали его бы чуть-чуть поменьше. Был бы как. Практически как айфон пятый. Размеры такие небольшие. Было бы круто. Реально. Задняя крышка мне понравилась. Этот рисунок реально классный. Вообще. Он так все переливается. Такая знаете. Структура интересная. Он даже. Он не скользит в руке. Это очень круто. Очень круто. Мне понравилось. Железо. Ребята. Хотел придраться реально к железу. Snapdragon 400. И слабовато. Но. Когда я посмотрел на цену. 73 бакса. Блин. Я. Я даже хотел назвать. Плюсом данного смартфона. Железо Snapdragon. 400. Реально. Потому что за 73 бакса. Получаем такой офигительный смартфон. И с таким. Да. Не мега производительный. Но. И не самое плохое железо. Ребята. Реально. Не самое плохое. Что есть на данный момент. Но. И не самое лучшее. Такое бюджетное. Бюджетное. Но. Отличное решение. Поэтому. Я не могу назвать это минусом. Это будет и не плюс. И не минус. Но. Учитывая цену. 73 бакса. Я думаю. Это круто. Да. Реально круто. Наличие двух вспышек. Меня просто поразило. Вот. Да. Ну. Задняя. Это. Понятно. Вспышка. Но. Блин. Вспышка для селфи. Для телефона. Который стоит 73 бакса. Это. Это вообще было нонсенс. Просто офигеть. Я как увидел. Я просто офигел. За 73 бакса. Такое получить. Ух. Я не знаю. Реально. Я не знаю. Это не все. Это еще не все. Две камеры. По 8 мегапикселей. Это вообще. Ну. Я просто. Я очень. Реально. Очень в восторге. От данного смартфончика. Это камера на 8. И фронтальная на 8. Но. Если судить по съемке. Ребята. Задняя камера у нас идет. Классная. На 8 мегапикселей. А фронтальная. Да. Также идет на 8. Но. Она конечно уступает. На. Ну. Как сказать. Но. Не то чтобы прилично уступает. Но. Немножко уступает задней камере. Это понятно. Это все ясно. Потому что. Ну. Не может быть камера на 8. Фронтальная. Одинаковая. С задней камерой. Также на 8. Не может. Она немножко уступает. Она и меньше размером. Это все понятно. Я к этому. Претензий у меня нет. Два микрофона. Также. Все отлично. Меня порадовало. Это все хорошо. Работает все. Без проблем. Громкость разговорного динамика. Ребята. Также на высоте. Для. Бюджетной. Такого. Блин. Лопатки. Реально. Хотелось назвать это лопаткой. Но. Нет. Это маленький. Такой вот. Смартфончик. Крутой. Динамик работает отлично. Слышно собеседника на ура. И он меня слышит. Прилично. Никаких претензий вообще не было. Все круто. Все работает. Это мне понравилось. Что еще. Это. Ну. Есть все датчики. Это понятно. Процессор Snapdragon. У нас 400. Есть все датчики. У нас. Я вам сейчас все покажу. Работает компас. Без проблем. Ребята. Реально. Все отлично. Проблем нет. Ах. Блин. Извините. Компас. Я забыл скачать. Но. Точнее. Я скачал. Проверил. И случайно его удалил. Реально. Компас работает. Без проблем. Потому что железо позволяет. Датчики все есть. Это круто. Что мне понравилось. Ребята. В сравнении с ZTE Z5. Точнее. V5 Red Bull. Который. При нагрузке. Немножко грелся. Возле камеры. Этот смартфончик. Я его нагружал. Нагружал. Вообще. Никаких изменений. Задняя крышка. Как была. Холодная. Так и осталась. Вообще. Нигде не греется. Это круто. Реально круто. Мне понравилось. Все. Сделано отлично. Без проблем. Все круто. Есть светодиодный индикатор. Я вам говорил. Вот здесь. Вот. Ну. Мелочь. Но приятно. Да. Это все хорошо. Ну. Я думаю. Достаточно плюсов. Чтобы купить данный смартфончик. Ребята. И цена. Главный плюс. Это цена. 73 бакса. Реально круто. Ссылочку я оставлю в описании. Ребята. Зайдете. Все. Посмотрите. Продавец отличный. За 2 недели. Он к нам пришел. Без проблем. Трекался. Все. Супер. Реально супер. Что могу сказать. Это сборка. Сборка здесь отличная. Реально отличная. Проблем нет. Снимается. Крышка. Довольно таки. Туговато. Но. Она снимается. Без проблем. Ребята. Снять все. В принципе. Можно. Аккумулятор у нас идет. К сожалению. Несъемный. Но. Работает он отлично. Без проблем. Вообще. Без проблем. Здесь можно вставить флешечку. И 2 сим карты. Все работает. Все отлично. И да. Забыл еще сказать. За 73 бакса. Ребята. Вы получаете смартфон. У которого есть LTE. То есть. 4G. Я не знаю ребята. Наверное мало есть. Вообще. Я даже не знаю. Смартфона. Который стоит 73 бакса. И у которого есть 4G. Ну реально. Это мне понравилось. Реально. Мое мнение ребята. Если у вас есть 75 баксов где-то. Покупайте. Даже не раздумывая. Просто покупайте данный смартфончик. Я вам реально его рекомендую. Офигительный смартфон. Плюсы и минусы я вам сказал. Рекомендую. Реально. Лучше на данный момент. На начало и на середину лета. Вы не найдете. Я думаю вы даже до конца года. Вы не найдете лучшего смартфона. Советую. InFocus. InFocus. M2. Я вам советую. Смартфон просто бомба. За 73 бакса. Бомба. Реально бомба. Как-то так. Если вам понравилось видео. Ставим лайки. Если нет. Ставим дизлайки. Ну а вообще. Подписываемся на канал. Все. Китай. С вами был Димон. Канал. Китай. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok.